Привет всем любителям растений! Сегодня я расскажу вам немножко о моих сансевьериях. Сразу скажу, что это не все. Есть еще другие экземплярчики. Я попозже их тоже выложу. Есть уже зацветающие. Цветение сансевьерии это понятие такое. Они конечно пахнут хорошо, но прекращают свой рост, к сожалению, после этого. Ну начнем. Значит, это сансочка макрофила. Она у меня росла из маленькой детки. Детка чуть подросла, остановилась в росте. И дала вот такую вот дочечку. Большую, жирненькую. Попозже я думаю разделю их, отсажу отдельно, чтобы уже дочечка набирала хороший размерчик. Это сансочка хорвуд. Вот тоже получила, деточка, даже без точки роста. Но она в конце концов выдала мне рост. Почему-то только они все у меня вот такие как бы в глубине растут. Нету такой розеточки, как я хотела. Это сансочка эренберги банан. Вот такая крупненькая. Уже крупненькая. Я все выращиваю из маленьких деточек. Из маленьких-маленьких. Вот это сансочка кирки. Сильверблю. Очень давно я о ней мечтала. Очень долго искала. Но в конце концов нашла. К чему очень рада. Вот. Это сансочка маффинга Black Knight. Тоже я ее растила из детки. Вернее даже получила листик с маленькой деточкой. Вот она деточка. Остатки листика даже где-то по-моему там сохранились. Остатки листика. Я часть листа обрезала, чтобы дать детке расти хорошо. Детка выросла. И теперь дала уже сама. Вот такую тоже деточку. Хороший листик растет. Надеюсь, что даст еще других листиков. Хочу быть, была крупная розеточка. Это сансочка гиацинтовая. Недавно я ее пересадила. Вот, пересаживаю я сансочки в смесь. То есть не в покупную землю, в чисто. Я беру универсальный грунт хорошего качества. И добавляю туда уличную землю огородную. У нас суглинок. Но стараюсь я брать его не там, где выращивались там помидоры, огурцы, которые могут оставлять в почве разные там инфекции. Стараюсь брать из-под деревьев плодовых. Там, где ничем особо не удобряется. Земля там здоровая. Но все равно проливаю фитоспоринчиком. Ну вот, получается универсальный грунт, огородная земля, крупный песок. И добавляю туда еще перлит. Вот, если не лень, могу побить кирпич. Такой старый кирпич. Не свежий, который сейчас делают новые такие. А именно взять вот старый кирпич, такой красный-красный, который крошится на такую крошку. Вот, бью кирпич и добавляю. Даже, по-моему, видно там немножко видно кирпича. Вот, это сансочка кирки. А, сейчас точно скажу. Это, по-моему, браун. Браун, да, кирки браун. Коричневая такая. Вот, она у меня чуть такая длинноватая уже стала. Но, люблю я эти жесткие листья. Прямо очень мне нравятся. Это сансочка французи. Росла-росла. Я уже надеялась, будет елочка такая. Вот, а она раз зацвела. А раз зацвела, дальше не растет. И дала вот такие рожки. Деток таких вот. Жду, когда у них появятся корешочки. И посажу их. Отрежу, посажу. Вот, а сама мамочка уже, получается, расти не будет. Жаль. Жаль, жаль. Вот, это сансочка аобритианка у меня. Молоденькая. Вот, молоденькая листики. Пускай подрастает. Уже недавно пересадила ее. Вот, это какой-то неизвестный гибрид. Не знаю, что за санса. Может, кто-то мне подскажет. Я ее получила под названием синус. Думала, это синус семиорум. Но, видите, совершенно что-то не то. Какой-то гибридик, наверное, или что. Листики жесткие. Рисуночек вот такой на листве. Сейчас я покажу. Я еще, конечно. Вот. Вот такая сансочка. Если расскажете мне, что это, буду благодарна. Вот. Также другие сансы у меня есть. Просто не стала все показывать, тащить. Банзелензис есть. Есть обычная сульката. Ну, и обычные, конечно, тоже сансочки есть. Одна ханечка есть у меня. Вот. Ну, просто показала самые любимые свои. Еще есть банзелензис, тоже любимый. Сейчас извиняюсь за движение вот такое. Вот такой у меня банзелензис. Он решил зацвести. Тоже я, конечно, не сильно этому рада. Это не такие толстые жесткие листья. Плохо видно. Свет не так падает. Ну, в общем, пока это мои сансочки. Продолжение следует...